Привет! Это кругосветчики и небольшой познавательный ролик о китах. Мы в своей кругосветке практически не встречали китов до недавнего времени. Наш первый контакт произошел у берегов Панамы, где мы на своей яхте максимально близко оказались сразу с двумя особями горбатого кита. Первой реакцией был восторг, но сразу за ней последовали вопросы, не подвергаем ли мы опасности себя, находясь так близко от китов, и не подвергаем ли опасности самих китов. Так как я был подписан уже какое-то время на инстаграм эксперта по морским млекопитающим Анастасии Куницы, мы решили в моменте попробовать написать ей и спросить, как нам правильно себя вести. Несмотря на то, что Настя находилась в очередной командировке, она нам достаточно оперативно ответила и подсказала, что делать. Ее ответы оказались настолько познавательными и интересными, что мы попросили ее записать отдельно в видео для вас, а заодно спросили, как вообще правильно контактировать с китами, можно ли это делать, можно ли купаться с китами, кого мы сможем встретить на нашем пути из этих млекопитающих и многое другое. Настя согласилась и записала нам видео прямо с экспедиционного судна профессор Хромов. Смотрим. Меня зовут Анастасия Куница, я специалист по морским млекопитающим. Я участник большого количества экспедиций, связанных с изучением или сохранением китообразных в нашей стране, а также активно нахожусь в работе, связанной с туризмом и с экотуризмом, посвященном наблюдениям за китами и нахождении с ними в воде. Ребята попросили мне рассказать о правилах наблюдения за китами, так как недавно как раз встретили пару особей и просили консультацию на этот счет. Что касаемо правил наблюдения за китами, одно из основных правил это скоростной режим около животных и расстояние от животных, плавсредства до животных. Чем оно больше, это расстояние, тем лучше, чем меньше скорость, тем лучше. В каждой стране и в каждом том или ином субъекте акватории есть свое правило, свои расстояния, но почти везде они в идеале это 150 метров до животных и скорость либо вообще нейтральная, либо минимальная. Самые такие нюансы, на которые надо обращать внимание, это конечно же везде и даже в воде, это детеныши. То есть если вы видите кита, рядом с большого кита, рядом с ним маленький, это значит мама с детенышем и это самая уязвимая группа животных, которым надо быть особенно внимательным при подхождении. Какие нюансы стоит учитывать, как вот ребятам на их плавательном средстве? Это на судне должны быть наблюдатели. Они смотрят во все стороны, приоритетно вперед, чтобы избежать столкновения, неожиданной встречи с китами. При обнаружении фонтана следует спустить скорость и ни в коем случае не пересекать траекторию китов. То есть вот вы видите, что киты идут вот так и плавсредство не должно идти в такой траектории. Вы должны взять параллельную дистанцию и идти с китами в таком роде. Это и безопасно и для корабля, это безопасно и для китов. Какие еще моменты? Это нельзя быть спереди китов, сзади китов. У них всегда должно быть пространство, чтобы куда-то уйти. Меня спросили, каких китов ребята могут встретить на протяжении своего путешествия. Путешествуют они почти по всем морям и океанов. Самый часто встречаемый вид усатых китов – это горбатые киты, как раз тех, которых они встретили недавно. Горбатые киты – самые знаменитые киты. Они у нас и прыгают, и плавники показывают. Поэтому к ним подходят все стандарты наблюдения за китами, дистанция, скорость, не тревожит малышей. Опасность, которую предоставляют эти киты по отношению к судну – это то, что эти киты как раз выпрыгивают, и они могут упасть на судно. Происходит это крайне редко, максимально редко. И важно просто, если вы увидели прыгающего кита, не подходить в эту акваторию близко, чтобы посмотреть, как можно ближе вот эти вот прыжки. Потому что кит вообще неплохо ориентируется в воде, он старается чувствовать судно, поэтому еще рекомендуется, чтобы от судна шла некая вибрация. Это не выключение двигателя, а нейтралка. И это все позволяет киту максимально минимализировать этот риск упасть на вас. Агрессия со стороны китов по отношению к суднам не наблюдается. Они, если что-то происходит, то это чаще всего происходит именно по вине человека. Насколько хороша и правильная идея плавать с китами? Плавание с китами в воде практикуются в последнее время все чаще, в разных морях и океанах. Это нормальная практика, если делать ее правильно. И здесь есть такие же правила, как и судно. Соблюдайте дистанцию с китами и держитесь параллельно китам. Не будьте где хвост, не будьте спереди. Это опасно просто даже для вас. Киты, они у нас какие-то парнокопытные, они не очень далеко ушли от коров. А у коров самое опасное это копыта. А у китов самое опасное это грудные плавники, которые огромные, широкие. Они, например, горбатые киты, этими плавниками отбиваются от косаток. И самое опасное это хвост, который может по вам ударить. И это даже доходит иногда до летальных исходов. Поэтому просто держится параллельно киту свое тело. И вы сопровождаете китов в таком вот направлении. Но самые удачные киты для того, чтобы плавать с ними, считаются кашалоты. Точнее детские сады кашалотов. Потому что взрослые особи уходят на глубину охотиться. А своих детенышей оставляют в так называемом детском саду. Самыми лучшими считаются детские сады кашалотов. Взрослые ушли, а детский сад остался наверху. За ним присглядывает одна или две взрослых особи кашалота. И они не уходят куда-то. Они не плывут куда-то. Они находятся в этой кучке. И поэтому за ними особенно удобно наблюдать. Человек погружается в воду. И может плыть с ними или быть рядом. Главное следить за хвостами. И за плавниками, и за дистанцией. Не шуметь. Сделать максимально так, чтобы киты вас вообще не замечали. Все правила наблюдения за дикими животными. Это, конечно же, сделать максимально так, чтобы вообще животное вас не увидело, не заметило. Это самое правильное наблюдение. И, безусловно, два самых основных правила. Мы диких животных не кормим. И мы их не трогаем. Трогать, я понимаю, что очень хочется потрогать кита. Но я люблю это сравнивать таким с харассментом. Кит вам не давал право себя потрогать. Он от этого испытывает стресс. Поэтому я очень прошу не трогать и не кормить диких животных. Даже если очень-очень хочется. Если вам понравился рассказ Анастасии, мы крайне рекомендуем подписаться на ее инстаграм, где она постоянно выкладывает посты и истории своих экспедиций и командировок по северу России, по каким-то крайне труднодоступным, удаленным и максимально красивым местам. Не пожалеете. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова